Так, народ, здорово всем. В общем-то, это мод Warzook. Если я неправильно прочитал, извините. В общем-то, вот настройки. Можете посмотреть. Да, здесь у меня лут, в принципе, 200%, но здесь с лутом очень большие проблемки. Я тут с людьми попереписывался, то как почем. Я уже к моду подхожу, не хочу проверять его нарочно, то или не то будет. В общем-то, я играю, как видишь, на кошмарном уровне сложность. Безумно. О, ни хрена себе, можно увеличить? Нет. 120 минут для меня самое идеальное. Как раз хватает на этой серии, и спокойно, своими делами могу позаниматься. Так, ладно, запускаю. Давай-ка я тебе немножко объясню про этот мод. Я, в общем-то, посмотрел мод. Довольно интересный. Я связался с людьми. Два дня с ними переписывался, спрашивал чудака, потому что меня интересует. В общем-то, объяснил, что я играю только на безумном уровне сложности. И как лучше играть? В общем-то, я увеличил ДПС всего оружия в два раза. То есть, не оружие, ну, к оружию и патрону в два раза увеличил. На второе я немного подредактировал. Объясню почему. Ну, опять же, здесь на безумном уровне сложности играть вообще. Не то, что не рекомендуется. Это невозможно играть. Мне сразу сказали. Я в игру, да, не залазил еще, в принципе. То есть, мне было интересно. Ну, в общем, так вот сделал. Ну, судя по тому, что я понял, что играть даже тут на нормальном уровне сложности жутко тяжело. То есть, я так как люблю боль и страдания, я просто получил урон оружия в два раза. Но я посмотрел там по спискам, там оружие довольно-таки неплохое. Но когда 50-й калибр, извините, меня отличается, немного сильнее, чем 7.62, я задался вопросом, какого лешего. Да, 50-й калибр я здесь немного усилил. Усилил, мягко сказать, до безумного уровня. Три раза по ДПСу. Ну, а что вы хотите? Что будет 80 ДПСа, что с калаша, блин, что с 50-го калибра? Что, блин, извини меня, разница такая. Ни хреново, если Магнума там тоже ДПС я увеличил. То есть, ДПС по патронам я увеличил, соответственно. То есть, должно быть все хорошо. Так, что еще тут натворил-то я? Немного повысил лут. Почему я повысил здесь выпадение лута, помимо того, что у меня стоит в игре 200%? Я здесь обнаружил в файлах одну беду. Здесь мне либо самому прописывать лут зомби. Да, вот тут у зомби, насколько я... Нет, нет, тут нету зомби. Он прямо сказал. Зомби здесь лут вам не выдают. Здесь какой-то есть лут, насколько я понял, какой-то животинки. Животинки здесь видов, я так посмотрел, тут что-то дохрена больно. Вот реально, это опасные животинки, дохрена нетружественные. В принципе, здесь есть также прикол небольшой по с этим гнездам. Вот патроны только в гнездах, почему-то 9-ти миллиметровые. Не знаю, такой высотого прикола, но ладно. Что есть, то есть. В принципе, здесь есть некоторые птенцы, я посмотрел, их хоть как жрать можно. То есть, довольно-таки забавный, разнообразный мод. Прут по высотам. А по высотам здесь все крайне хреново. Здесь высоты низкие, но очень большой ровный рельеф генерации мира. Я посмотрел, то есть здесь идеально будут кататься именно на машине. То есть, но копать вниз тут не глубоко придется. Здесь нет таких вверх глубоких, как говорится. Нельзя делать сверхглубокие пещеры. Но посмотрел, что добавлено новое здание. Тут что-то замутили с торговцами, я так и не понял. Торговцы здесь я тоже подкорректировал, но с торговцами что-то здесь как-то странно. То есть, тут добавлено какие-то новые группировки, что-то торговцев. Видно, по два торговца, так же, как и в Dark Ness Hall, я не знаю, как я произвел. Вероятно, так же по два торговца. Это не по два, судя по всему, аж по три или четыре торговца будет в торговых точках. Это довольно-таки любопытно, кстати. И посмотрел... Ой, спасибо. Здесь хотя бы не убрали бессмертие торгового мира. За это, как говорится, спасибо. То есть, здесь мир, если ты видишь торговца, у него хотя бы, ну, так сказать, бессмертен. Это очень, думаю, хорошо. По поводу новых зданий. Там еще посмотрим все. Я не знаю, говорю, я в мир не залазил, только смотрел текстовые файлы. Ну, говорю, увеличил в два раза ДПС. ДПС-зомби я, в принципе, не смотрел. Ну, судя по тому, что сказали, здесь дурдом творится. Посмотрим, что за дурдом. Давай-ка я уйду на паузу. Эспермер загрузится. И уже будем смотреть воочию. Там еще что, уже буду по ходу игры что-то корректировать, чтобы можно было хоть адекватно играть. Так, все. Очухались. Да, на русском все. О, сразу торговцы, видимо, отлично. Сразу мы около города. Вот, нет, торговец один, а жарко, жарко. Я думал, тут такая... Ну, посмотрим, что с файлами там. Говорю, странно, я здесь по поводу торговцев. Так. Давай-ка майнера выберу. Копать-то все равно придется. Это или нет? Что нам тут дается? Так, фонарик есть. Дерево. Печка. Чертеж. Запасы железа. Ухапчик без отравления. Минералочка. Так, бейсбольная бита с увеличенным ДПС. Сейчас мы ее, в принципе, будем проверять сразу. Так. Давай тогда... Вот за карточку с фонариком, конечно, отдельно. Спасибо. Так. Тут один зомбик уже, я смотрю, ходит. Какая-то ни хрена не зомбик. Иду-ка я нахрен подальше от этой хренотени. Так, двигаемся мы быстро. Докпак относительно большой. Респаун тайм. Точно. Кундучка, я выйду. Надо пять дней сделать. В общем, посидел, подумал. Я оставил также, слушай, 30 дней. Паун тайм. Пусть будет 30 дней. Такой наш оптимальный вариант. Сократить-то я всегда, в принципе, сумею. Я как раз подкорректировал немного файлы. Там, по выпадению, там, барахлишка. И, в общем-то, будем полагаться на торговцев. Торговцы изменил, опять же, как и в Даркнесс Форде, что они патронов продавали. То есть, да, будем теперь опираться на торговцев, так же, как и в Даркнесс Форде. В принципе, так как в зомби-дислуке не выпадает, ну, ставить пять дней, бегать в одни и те же здания, мне неинтересно, к тому же здесь довольно-таки много других зданий. Я думаю, это довольно-таки правильное решение будет. Да, это у меня видео будут выходить, в первую очередь, на Рутубе. Думаю, интересно. На Ютубе они будут выходить потом. Странно очень, пока что. М-м-м, даже не знаю, слушай. Чего? Блин. Вроде пронесло. А, во. Погоди, тут обычного лень я тоже могу полутать. Так, а интересно, мне кое-что сейчас другое, правда, будет? Давай вот. Уйти, мой маленький. О, тут КП показывает. Не, ну пока убили одного нормально. Меня немного волнуют другие, которые здесь ходят. Как-то посыкиваю их трогать. Кто-то там горит, одна тут вон кричащая вообще. Ну, говорили, что дали мне то, что мод здесь сразу дурной. Ну, в принципе, дурной мод, единственное, которое я видел, это был один из Starvation, и другой это был True Survival. Вот это были дурные моды. Ну, Starvation довольно-таки такой, конечно, интересный, по большей части был. Субтитры сделал DimaTorzok Берем в безопасности. Не можем здесь положить воды. Откуда родной взялся? Так, мне надо где-то в спальник положить. Так, ну ладно. Хорошая работа. Так, пока все в норме. У меня хп, чё, такое высокое, что ни хрена. Так, у меня не аптечки, ни фига, да? У тебя дерево есть. Пармокаркас из дерева, да тоже не вариант. Дубинка, у меня бейсбольная бита, он есть. Кровь. Ну, с кровью можно сделать кровь. Логично. Тут вообще ничего не поспоришь. Ну, это птицы, которые здесь немного раздражают. Так, давай посмотрим, чё у нас здесь работающее. А, здесь же зомбики не смогут пробиться, я всё забываю. Можно расслабиться. Вообще-то я кабанчиков думал найти. Ты какого-то... О, в бочку можно залезть. Лады. Куда ещё можно залезть? Лады. Так, что у нас там? Ноты. Хрен, бумага. Команчики могли сбежать просто. Вообще не понял. Он всегда что-то в себе содержал. Вперёд, в итоге пустой. Ну, ладно. Так, булыжники у нас тут чё? Такая хренатень. Так, вот я думаю, пусть у меня здесь лежит. Это всё равно пригодится, как-никак. Я могу лазить в каждой, простите, бочке. Я вообще, где здесь уровень опыта? Мне сейчас интересно стало. Это всё группой. Нехило здесь мусор. Пять, что-то можно сделать? Пять, что-то можно сделать? Что-то можно, лучше оставим пока. В том виде, в котором он есть. Так, где-то здесь были секретики. Так, ну слушай, ресурсы мне здесь, я так понял, добывать вообще не надо. Ну, жир. Хотя 54 чайного листа, конечно, возьму. HD AMA. Кинематик. Ну, они мне чертежи дают. Думал, что-то полезнее было давать. Не, ну хотя, смотри, здесь довольно многое ещё полутать. Но от того, что есть много чего полутать, не означает, что от этого не будет лексика. Потому что это надо всё произвести, для этого надо хотя бы что-то построить. Не уверен, что здесь это будет возможно. Ремонт очень жёсткий. Ладно, по финту. Так, чё бы ещё тут потыбрить такого-нибудь, а у бочки. Здесь надо будет осматривать абсолютно всё, потому что непонятно. 5-5, бананчик есть. Так, а как мне тогда инвентарь-то свой расширить? Пошли с торговцем, побазарим. Нет пакетов здесь, и не пейсящий на floor. Мне хоть одну очко-то дали. Дали пять очков, спасибо. Так, мне нужно будет пак сделать побольше. Так, лёгкая броня, паркур, удар. Так, везучий искатель, аж с 7 уровней. Так, чтение книг, вот её. Зодчик, следопыт, везучий искатель. Так, уровень восприятия 2. Два очка осталось, хорошо. Сбор трофеев, чё нам даёт, кто знает. Да, это хорошо, конечно. Убьючный мул. У нас здесь примерно... Ну, я понял, то есть одна линия есть. Посмотрим, сколько у нас здесь будет. Можем ещё одну изучить. Я что-то не то изучил, или чё? Так, стоп, я что-то сейчас не въезжаю. Громила, вот, ючный мул. Что я изучил тогда. Словкость, вряд ли. Ну... Чего, всего два? Ты сейчас прикололся? Серьёзно? Даже не смешно. До сейфа дотянуться можно. Ну, у меня отмычки есть, вообще. Раковина, наверное. Любопытно. Так, немножко денежки, бинтик. Вот это будет полезно, я думаю. Так, ну, насчёт железной кувалды. Конечно, ДПС хороший. Чё-то мне не очень это нравится. Так, клей. Куда ещё такое? Тип куриного супа-то, это я понял. Я вот только не вижу, где у меня тут. Насколько мы проголодались или там пить хочем. Вот, труст. 94. А вот, еда у нас зелёная. Вот это вот у нас вода, господи, помилует мне. Вот это замутили, так замутили. Капец. Надо было так замутить, то я упала. Попроще, то есть, не сделать. Никак. Тульба, да? Так, ну. Завинтик. И ты точно здесь один? Там он один. Блин, вот это странно как-то. Ну ладно, посмотрим. Может, другие торговцы здесь? У них там народу может побольше. Так, две отмычки. Я сомневаюсь, что двумя отмычками идут. Скроем сейф. Кстати, книжки, я так полагаю, лучше будет продавать. Спасибо. Спасибо. Я не могу понять, что на этом пустое нарисовано. Да, ладно. Давай, короче, ему немножко продадим. Сейчас посмотрим, в принципе, есть ли у него отмычки. Попробуем хотя бы сейфик скрыть. Вскроем хорошо, не вскроем до эффекта с ним. Это что такое пиво? Пирожок или как-то. Ну, мы уже медленнее ходим, какая прелесть. Так, ладно. Дядь, ты мне лучше скажи, у тебя отмычки есть? Я вот тебе, давай, к примеру, сейчас баксов немного загоню. Вот у нас и монетки, по-другому сделаны, но ладно. Не столь специфично. Так, дубиночки, смотрю, есть. Кирочки есть. Слушаюсь, неплохо. Генератор. Так. Так, есть 6 отмычек, но стоят они 300. Железо по 2. Сталь по 10. Это хренатень по 2. Но это стоит 40 хотя бы. Тосочки вообще ничего не стоят. Так, я тут книжку уж цепь, погоди-то, что у нас? Ага. Все-таки книжку, когда мы разбираем, получаем скраб от занимающего. Ладно. Пока у нас есть еще на одну отмычку денежка. Если ничего не осталось, то лучше быть на пути. Пожалуйста. Просье с трех попыток. Да очень признателен. В принципе, первый сейф в любом начинании игры, но должен открываться. Если я долго-то буду так успаковать, или как? Эй, блин. Ай. Обидка. Обидка, обидка, обидка. Не, ну патроны я продавать не буду, по-любому. Деревянная дубинка, там я сейчас, в принципе, дуры не знаю. Ну, железную кувалду-то можно оставить. Это я могу сделать. Так, собрать клейкую ленту. И собрать кусок ткани. Ладно, пойдем пока собирать все по заданию. Где-нибудь здесь найдем местечко получше, куда-то можно все поскидывать. К примеру, можно сюда еще поскидывать. Понятно. Бинты, наверное, оставлю. Костя, вот, ну, порох-то мне сейчас, к сожалению, вот вообще ни разу не пригодится. Минеральная вода пригодится. HD Repair Kit. В HD ничего нету. У меня с HD только телевизор связывается. Ладно, здесь, наверное, есть какой-то... ...предметов HD. Ну, вот так вот сделаем. В кожу положим клей, гвозди, бумагу. Рубки ткани, вот эту хрень. И все, и полетели. Так, надо как-то здесь что-то полутать. Интересно, я говорю, наверное, сейчас могу здесь оставаться или нет. Вот, про гнезда я говорил. Вот. Довольно любопытная вещь с ними. Может, смогу книжек хоть понабрать. Так. В Z проблем. Пик проблем. Чего? Довольно любопытная вещь с ними. Ну, вот так вот. 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 Ну, вот так вот так вот. Так, куда мне тут побежать-то, во-первых? Что ж, прикольно. Так, вот этот звук мне не нравится. М-м-м, блин. Вот с этой мелкой падлой надо бы думать, как справляться. Так. Ненавижу я мелких пауков. Лучше большого дали, какого-нибудь двухметрового. В него хоть попасть можно было бы. Кью-мы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сразу же другой вид у них Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Дверю 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 Смотрите я все полицейский чего вытворял ты видел нет я вот не вижу сколько на действовать о 9 минут отлично они стену сломали ли тут дверь было можно вопрос с а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok